Из книги Игнатия Тихоновича Лапкина «К истинному православию» под заголовок «Отцы и дети» во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На исходе второго тысячелетия вполне достаточно фактов отделения от церкви вчерашних ее приверженцев. На исходе второго тысячелетия вполне достаточно фактов отделения от церкви вчерашних ее приверженцев. Только на африканском континенте насчитывается свыше шести тысяч сект толков, динаминаций, считающих себя христовыми церквами. Каждые две недели рождается новая секта. Им же число «Легион» и каждый родоначальник сект и ереси оправдывает свое отделение вескими причинами, обвиняя тех, с кем был еще вчера близок. В 1913 году на земле было 130 сект, 1930 год – 300 сект, и далее число их росло обвально. Но, цитата, «Нет ничего нового под солнцем, это уже было в веках бывших прежде нас». Экклесиаз, 1 глава, 9-10 стихи. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Лука 13, 3 «Ибо древнее, бывшее, есть грозный учитель для всех живущих ныне, чтобы не повторяли ошибок прежних жителей земли, и так же не погибли бы, как они». Цитата. «А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних веков». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 6-11 стихи. «Рассмотрим причины, приводящие к отходу от церкви, которые выдвигали тогдашние пустосвяты для своего отделения от своих духовных отцов. Рассмотрим, какой дорогой дьявол уводил идущих, в кавычках, евхаристической духовной жизни. Их следы еще и ныне подновляют их духовные дети, отступники от церкви Христовой, от православия. «Как правило, при начале любого движения, за отделение от церкви стоят вожди, измышляющие якобы веские причины, обвиняющие своих духовных отцов, яростно поносящие их». Число 16 глава. Обычно все отделяющиеся от церкви обвиняют своих наставников, учителей в необразованности, в гордости, в грубости, в жестоком якобы с ними обращении. И вот теперь, где они образуют лучшую, в кавычках, церковь, свою общину, свободную, наполненную любовью, где благодать неизмеримо велика, где ласха и обходительность налицо. Внимательно рассмотрим то, что уже было под солнцем, что в назидание всем авантюристам и изменникам, хулителям и отщепенцам. «Какую вину нашел сын Деницы, дьявол, в самосущественной любви на небе, о том никогда и никто не узнал еще. Тайна. Как грех мог вообще возникнуть на небе?» Откровение 12 глава и Бытие 3 глава. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Евангелие Таана 8, 44. Игнать Тихонович, у меня уже как неделю вопрос хочу задать. Что значит не устоял в истине? Но устоять – это значит тебя испытывают, а тогда же на небе как понимать этот момент? Как вы думаете устоять? «Мы можем понимать только так, как дано смертным мыслить. Во всю глубину мы никогда не прониклить, потому что это запредельно далеко, когда и людей еще не было. Не устоял в истине в Боге, о правде. Вот здесь я выставлял ролик, один тут нашел, интервью с дьяволом. И когда вас спросили, кто ваш враг, как он весь сморщился, даже слышать не хочет, он хотел на небо установить другой порядок. И он тут говорит, Исаия, 14 глава. Ну просто прочитать один раз надо, тут немного, три главы. 14 языки, или 28, умножить на 2, это 28, 14, и 12 глава Апокалипсиса. Он не устоял в истине, потому что все в истине в Боге. Он захотел царствовать, равным Богу быть. Откуда эта мысль возникла, нигде не говорится. Есть один легкий намек, легкий намек. На него Златоуст указывает, чтобы пресвятера избирали не из новоначальных, дабы они не возгордились, как дьявол. Вот такая фраза, и на нее ссылаются, что все-таки это была гордость, не покорительство. Какие бы ни были сектанты, это гордыня. Вот это самая настоящая гордыня. Вот говоришь, Христос сказал, создам церковь свою, Евангелие от Матвея, 16-18. Верите? Да, верим. Церковь или церкви? Церковь одна единожды соглашается. И дальше. Я с вами во все дни до скончания века, 28-18, Евангелие от Матвея. Во все дни, ни века, ни тысячелетия, а в дни. Если его нет в той церкви, которую он основал, как вы говорите, значит нигде нету церкви, значит это был не Христос, а лжец. Понимаете, что за этим дальше состоится? Ну теперь скажите, кто так верил, как вы, допустим, харизматы, 50-ники. Вот так. Покажите. Вот как ведете собрания и прочее. Ну, во втором веке. Первый апостол, мы к апостолу. Так, во втором ни одного. В третьем ни одного. В 17-м ни одного. Только где-то в 19-м секторе, не считая лютера, это 16-й век, 1517-й год. Они ничего не могут сказать. А почему делились? А там не так церкви, там не так, там иконы, или, ну, находят что-то говорить. Ну скажите, я разбрасываю по всем, чем вы писали их, на поиски. Покажите. Все это, когда эти было тенью будущих благ. И сразу садятся. Вот такое событие. Что оно означало? Почему, считая первые дни в Усарск, люди, жители Берсомиса, заглянули в ковчег. Они не били, не плевали, как сектанты-баптисты против икон. Но заглянули, посмотрели, пошли опять работать. И вдруг у каждого, у кого живот, у кого глаза выкатились. И Бог убил. Написано, убил 50 тысяч и 70 человек. За что? Сектанты не могут ответить. Я говорю, за ковчег, в который смотрели. Ну да. А в ковчеге что было? Не знают. Крижали слово. А слово было в Бога. Это Бог. Прообраз. А ковчег это Божья Матерь, которая его носила в себе. А вы над ней издеваетесь, говорите, у ней куча детей была и прочее. И вот теперь они останавливаются, начинают. Вот говорят, почему от Андрея Кураева спросили там, о это, Олега Стеняева про меня. И он там дает ответ. До этого ответ давал, что необыкновенно там продуктивный. Сектанты приходят. Я вот этого ничего не знаю. Я просто считаю и спрашиваю, за что? И они начинают думать. А теперь уже и дальше применяют это. И вот здесь не устоял выяснили, потому что все было по правде, и ангелы говорили по правде. Он стал клеветать, агитировать. Вот такой Навальный вышел, или там кто-то еще, мало ли, Турчинов. Давай Майдан делать против Бога. И одна треть ему покорилась. На небе произошла война. В Ваевале написано Архангел Михаил. И он сбросил его на небо, и они превратились в Луцифер, сын любви и света. Самый премудный, самый красивый и изощенный. Он превратился в этого дьявола, который берут интервью. Все. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Так, ну еще раз процитирую. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие от Иоанна. 8.44 Клеветник и гордость, породивший, таких же ищет себе последователей. Но одна третья ангелов уже обрекли себя, когда склонили слух свой к речам, замыслившего основать себе царство. Порок Исаия, 14 глава. Так, 14 глава. И Иезекииля, 28 глава. Но погрузившегося во мрак вечной погибели, как оставивший свое жилище, свое место, назначенное ему Богом. Цитата. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, 2 Петра 2.4. Еще цитата. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3.8 И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Иуда 1.6 Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки. Иоанна 4.18 Зная, что дьявол внушает свои мысли в слушающих его, можно предположить, что он, подняв ропот на небе, объявил Бога в злобе и жестокости. Цитата. Подошел, получивший один талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь где не сеял и собираешь где не рассыпал. Матфея 25.24 Что Бог держит слух своих в неведении, скрывая от них знания. В третьей главе бытия об этом говорится. И бытие. То есть, когда дьявол говорит, и будете, как боги, знающие добро и зло. Он клеветал на бога дьявола. Святые отцы на соборах, давших правила для спасения, запретили самочинно оставлять собрание, отделяться от церкви. Василий Великий, первое правило Иганский, собор, шестое правило. Значит, первое. Все, входящие в церковь и слушающие священные писания, но по некоторому уклонению от порядка, не участвующие в молитве с народом или отвращающиеся от причащения святой Евхаристии, да будут отлучены от церкви до то ли, как исповедуются, покажут плоды покаяния и будут просить прощения, и таким образом смогут получить оно. Да не будет же позволено иметь общение с отлученными от общения, не сходиться в дома и молиться с находящимися вне общения церковного. Чуждающихся собраний одной церкви не принимать и в другой церкви. Если же кто из епископов, или пресвятеров, или диаконов, или кто-либо из клира окажется сообщающимся с отлученным от общения, да будет и сам вне общения церковного, как производящий замешательство в чине церковном. Диахийский второе. Еще цитата. Если который пресвитер в своем поведении осужден будет, такой должен соседним епископам возвестить, дабы они выслушали дело и дабы через них примирился он со своим епископом. Если же сего не сотворит, но от чего да сохранит Бог, надмиваясь гордостью, удалит сам себя от общения со своим епископом, и вместе с некоторыми, производя раскол, принесет Богу святое приношение, Такой да будет признаваем находящимся под клятвою, и да лишится своего места, впрочем, с рассмотрением, не имеет ли справедливой жалобы на епископа. Карфагенский собор, одиннадцатое правило. Даже если человек и не был отлучен, а просто зазирает, чуждается посещать одну общину, церковь, то его не принимать ни в какой другой. Он должен спасаться там, где уверовал, или окормляться до толи. «Желая оправдать себя, сеющие смуты в умах неутвержденных ленивых прихожан, говорят, а кто эти правила написал, что они разве вечные? Они не знают, что правила соборов и святых отцов – суть вехи на пути в Царствие Небесное, и что эти правила никто не имеет права изменить». Цитата «При начале всякого слова и дела наилучший чин есть от Бога начинать и с Богом оканчивать» по глаголу «богослово». «Сего ради и ныне, когда и благочестия нам уже ясно проповедуется, и церковь, в которой Христос положен основанием, непрестанно возрастает и преуспевает так, что более кедров ливанских возвышается, полагая начало священных словес, Божию благодатью определяем, хранить неприкосновенно, нововведением и изменением в веру, преданную нам от самовидцев и служителей слова богоизбранных апостолов. «При Константине, Царе Нашем, на нечестивого ария и на вымышленное им языческое инобожие, или, точнее сказать, многобожие, в некие собравшихся, которые единомыслием веры, единосущие в трех ипостасях богоначального естества, открыли нам и уяснили, не пропустив всему сокрытому быть под спудом неведения, но ясно, научив верных поклоняться единым поклонением Отцу и Сыну и Святому Духу, не спровергли и разрушили лжеучения о неравных степенях божества и еретикам из песка сложения против православия, детские построения разорили и не зринули. Также и при Великом Феодосии, Царе Нашем, 150 святыми отцами, всем царствующим в граде собравшимися, провозглашенное исповедание веры содержим, бога словствующие о Святом Духе изречения приемлем, а нечестивого Македония купно с прежними врагами истины, как безумно дерзнувшего почитать владыку рабом и нагло хотевшего пресечь несекомую единицу, так что не было бы совершенно таинства упования нашего. Вместе с этим гнуснейшим и против истины неистовавшим осуждаем Аполлинария, тайна водителя злобы, который нечестиво изрыгнул, будто бы Господь принял тело без души и ума, всем образом, также вводя помышление, будто бы спасение соделано для нас несовершенное. Так же и при Феодосии, сыне Аркалия, царе нашим, собравшимися в первый раз в ограде Ефесе, двумя стами богоносными отцами изложенное учение несокрушимую благочестия державу, согласием запечатлеваем единого Христа, Сына Божия и воплотившегося проповедуя, и бессеменно родивши его непорочную преснодеву Марию, исповедуя собственно и истинно Богородицею, а безумное разделение не история, как от жребия Божия отлученное, и недавно при царе нашим блаженной памяти Константине, всем царствующим граде сошедшегося шестого собора вероисповедания, которое большую крепость приняло, когда благочестивый император постановление этого собора своей печатью ради достоверности на все веки утвердил, вновь обязываемся хранить нерушимо. Оно боголюбно изъяснило, что должны мы исповедовать два естественные хотения, или две воли, или два естественные действия воплотившемся ради нашего спасения, едином Господе нашему Иисусе Христе, истинном Боге, о тех, которые правый догмат истины извратили, и единую волю и единодейство в едином Господе, Боге нашему Иисусе Христе, людям проповедовали, судом благочестия обвинила, как Феодора, епископа Фаранского, Кира Александрийского, Гонория Римского, Сергия Пирра, Павла Петра, бывших всем Бога спасаемым в Граде предстоятелями, Макария Антиохийского, епископа ученика нашего Стефана, и безумного полихрония, сим образом соблюдая неприкосновенным общее тело Христа, Бога нашего. Кратко сказать, постановляем. До вера всех в Церкви Божией прославившихся мужей, которые были светилами в мире, содержа слово жизни, соблюдается твердую и допребывает до скончания века, непоколебимую вкупе с Богопреданными их писаниями и догматами. Отметаем и анафематствуем всех, которых они отметали и анафематствовали, как врагов истины, в суе скрижетавших на Бога и усиливавшихся неправду на высоту вознести. Если же кто-либо из всех не содержит и не приемлет вышереченных догматов благочестия, и не так мыслит и проповедует, но покушается идти против он их, то да, будет анафема по определению прежде поставленному, прежде упомянутыми святыми и блаженными отцами, и от сословия христианского, как чуждый, да будет исключен и извержен. Ибо мы, сообразно с тем, что определено прежде, совершенно решили не прилагать что-либо, не убавлять и не могли никаким образом. Второе. Прекрасным и крайнего чьяния достойным признал всей Святой Собор и то, чтобы отныне, ко исцелению души, ко уврачеванию страстей, тверды и ненарушимы пребывали принятые и утвержденные бывшими прежде нас святыми и блаженными отцами, также и нам, преданные именем святых и славных апостолов, 85 правил. По елику же всех правилах повеления, но нам принимать он их же, святых апостолов, постановления, через климента преданные, в которые никогда иномыслящие, ко вреду церкви привнесли нечто подложное и чуждое благочестие, и побрачившее для нас благолепную красоту божественного учения, то мы ради назидания и ограждения христианской паствы он и климентовые постановления благорассмотрительно отложили, отнюдь не допуская порождений еретического лжесловесия и не вмешивая их в чистоте и совершенное апостольское учение. Согласием нашим запечатлеваем и все прочие священные правила, изложенные от святых и блаженных отцов наших, то есть трехсот восемнадцати богоносных отец, собравшихся в Никее, также от отцов, собравшихся в Анкире и в Неокисарии, равно и в Гангре, кроме сего в Антиохии Сирийской и в Лаадыкии Фригийской. Еще же ста пятидесяти отцов, сошедшихся всем богохранимым и царствующим в Граде, и двухсот отцов, собравшихся в первый раз в областном Граде Эфесе, и шестисот тридцати святых и блаженных отцов, собравшихся в Халкидоне и отцов, собравшихся в Сардике, и в Карфагене, и еще собравшихся снова всем богоспасаемым и царствующим в Граде при Нектарии, предстоятели сего царствующего Града, и при Феофиле, Александрийском архиепископе, также правила Дионисия, архиепископа Великого Града Александрии, Петра, Александрийского архиепископа и мученика, Григория, епископа Неокисарийского, чудотворца, Афанасия, архиепископа Александрийского, Василия, архиепископа Кисарии Кападокийской, Григория, епископа Низского, Григория Богослова, Амфилохия, инокийского, Первого Тимофея, архиепископа Александрийского, Феофила, архиепископа того же Великого Града Александрии, Кирилла, архиепископа Александрийского, и Геннадия, патриарха сего богохранимого и царствующего Града. Еще же и Киприана, архиепископа Африканской страны и мученика, и Собором при нем бывшем изложенное правило, которое в местах предупомянутых предстоятелей и токма у них по преданному обычаю сохраняемо было. Никому да не будет позволено выше означенные правила изменять или отменять, или кроме предложенных правил, правил принимать другие, с предложенными надписями, составленные некими людьми, дерзнувшими, корчемствовать, спекулировать истинною. Если же кто облечен будет, что некоторое правило из вышереченных покусился изменить или прекратить, таковый будет повинен против того правила понести эпитемью, какую оно определяет, и через оно и обращуем будет от того, в чем приткнулся. Шестой Вселенский Собор. Правила. Первое и второе. Принявшим священнические достоинства свидетельствами и руководством служат начертанные правила и постановления, которые охотно приемля воспеваем с благоглаголевым Давидом «Ко Господу Богу глаголище». «На пути сведений Твоих насладихся яко о всяком богатстве, так же заповедал еси правду сведения Твоя вовек, вразуми меня и жив буду. И если пророческий глаз повелевает нам вовек хранить откровения Божии и жить в них, ибо явно есть, что пребывают он и несокрушимы и непоколебимы, ибо и боговидец Моисей так говорит, к этому не подобает прибавлять и от этого не подобает убавить. И божественный апостол Петр, хвалясь ими, вопиет. В это желают ангелы проникнуть. Так же и Павел вещает, «Если мы или ангел с небес благовестит вам иначе, нежели благовестили вам, анафема да будет, поскольку сие верно и засвидетельствовано нам, то радуйся всем подобное, как обрел бы кто корысть многую». Божественные правила с усложжением приемлем и всецелое и непоколебимое содержим постановление сих правил, изложенных от всехвальных апостолов, святых труб Духа и от святых вселенских соборов и поместно собирающихся для издания таковых заповедей и от святых отцов наших. «Ибо все они от одного и того же Духа быв просвещены, полезное узаконили. И кого они предают анафеме, тех и мы анафемствуем. А кого извержению, тех и мы извергаем. И кого отлучению, тех и мы отлучаем. Кого же подвергают эпитемии, тех и мы также подвергаем». Седьмой Вселенский Собор, первое правило. «Любое отделение мотивируется аватеристами как средство для духовного роста, как жажда евхаристической жизни литургических опытов. Дорога в ад вымощена благими намерениями». Святые отцы дали подробные наставления желающим спастись и разъяснили, что будет с теми, кто пренебрежет наставлением духовных отцов. После Бога больше всех надо любить православных священников, очищающих нас святыми таинствами и молящиеся о нас. Почитающий отца очистится от грехов и уважающий мать свою, как приобретающий сокровище. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца и как владыкам послужит родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает до основания. Книга Серахова, 3 глава, с 3 по 9 стихи. Бес ненавидит не только духовное наставление, но даже голос наставляющего. Если случится, что и молодой простец, мирянин, говорит о божественном или вообще о сути спасения, надо слушать и по силе исполнять. А если кто, будь он даже священник и белую бороду имеет, но научает противному и несогласному со святыми отцами, то нечего и слушать его. Мысли твои открывая не всем, но только Отцу Духовному. Не давай слуха твоего речам о священниках и беги от вестей праздно шатающихся старух. Из-за непочитания священства вся церковь пришла в бесчине и смятение. Мы потеряли любовь. Если мы не любим духовных отцов своих, посланных от Бога, то кто поверит нам, что имеем любовь к прочим нашим ближним? Цитата. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Книга Исход, 20 глава, 12 стих. «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Книга Исход, 21 глава, 15 и 17 стихи. «Без наставника духовного спастись весьма мудрено. Разрешить от грехов всякий священник может, а научить духовной жизни один из многих. Господь любит душу мужественную и мудрую, а если у вас нет ни того, ни другого, то надо просить у Бога слушаться духовников. В них живет благодать Святого Духа». Охраняйся от пристрастия к наставнику. Многие не остереглись и впали вместе с наставником в сеть демонов. Совет и послушание чисты и угодны Богу до тех пор, пока они не осквернены пристрастием, а с пристрастием погибают добрые дела. Не испытав отцов, им тайны не вверяй. Следует не жить и дела наставников развирать, а только наставления и их принимать, если они согласны со Словом Божиим. «Если слова мои не сходятся с Библией, то не верьте мне», говорит Кирилл Иерусалимский. «Когда священник неправо наставляет, не слушай его, хотя бы он был ангелом. Всегда есть опасность попасть вместо истинного руководителя на ложного и потом претерпеть вместо пользы вред, вместо спасения погибель. Горе братьям, у которых настоятель или духовник молод и телом крепок, а в духовных делах неопытен. От не имеющих Духа Христова учителей, проповедующих противное учению Христову, следует бежать». Признак, по которому можно распознать право мысли от Духовного Отца, есть согласие Слова Его со Словом Божиим. Если подумаешь, что духовник неопытный, что он в суете и что лучше самому руководиться по книгам, то ты на опасном пути и недалек от прелести. Ведать надо то, что враг ни о чем в монастырях и на приходах так не старается, как о том, чтобы разорвать связь Духовного Отца с братьями или прихожанами. Цитата. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу Отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего. «Сей сын наш буйный и непокорен не слушает слов наших мод и пьяница, тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло из среды себя и все все израилетяне услышат и убоятся». Книга Второзаконий 21 глава 17 стих. «Слушай сын мой наставления отца твоего и не отвергай завета матери твоей». Притча 1.8 Для этого он уничтожает достоинства отцов в глазах братьев или прихожан, а недостатки их свойственные нашей человеческой природе увеличивает и даже измышляет. Всех наставников почитай и проси у них молитв, а душу открывай одному. Все на сегодня. Игнать Тихонич, все на сегодня, прощаемся. Ну что, до завтра? До завтра. Во славу Божию, хорошей поможем с утра. Аллилуйя. С Богом. Тихонич,